И говорится, что человек постепенно лишается невежества. Каким образом? Из понимания, о чем мы с вами вчера говорили, когда человек видит свои недостатки, но он видит глазами других людей свои недостатки. Вот в чем проблема. Он свои недостатки не видит сам. Вот почему он не может освободиться, почему он не может прогрессировать. Потому что о недостатках ему говорят другие. Сам он их что? Не видит. И поэтому это его не вдохновляет. Что такое недостаток? Каждый может видеть, что у него недостают руки, ноги. Калека, что он? Калика. Он может быть калекой. Калекой. То есть, кали его охватил. Кали оказывает влияние. И говорится в Бхагаватам, как выйти из-под влияния кали. И говорится, что тот человек, кто находится под влиянием кали, он калека. То есть, неполноценный. В нем нету ценности. Он ничего не может дать ценного. Ничего не может увидеть ценного. Он не видит ценности. Ценности называются артха. А поскольку он калика, все это означает, он весь в чем? Анартха. В анартхах весь. И поэтому Бхагаватам говорит, что человек не сможет оставлять ценности. Ценность человеческой жизни и всего остального, если он не избавится от этих анартх. Он не поймет, что он будет ходить проповедовать, чтобы завоевать окружение, почет, или каких-то людей привезти, чтобы поголовье скота увеличить. Но он так и не поймет, в чем суть. Вот почему мы видим, что эти люди пытаются сочетать что-то. Это означает, сочетание говорит о том, что они неквалифицированы. Они думают, что эти такие вещи, они сочетаются. Почему же они сочетают? Потому что они не способны различать цель, метод и что? Средство. Они еще не могут. Для них Кришна, вот это все одно. Они не видят вот этой разницы. И они думают, что Канистхи, Матхямы, Иутамы, все говорят о Кришне. Но они не могут понять, что для одних это цель, для других метод, а для третьих что? Способ. Да? Или не как? Средство. Средство. Средство это значит не цель. Но они все говорят так же о Кришне. И поэтому Кришна говорит, Яда, Яда, Хидхармася, Гланир, Бхавати, Бхарата, Апхютанам, Адхармася, Тадатманам, Сриджамми, Ага. Что Кришна называет Адхармой, когда Бог не цель, А что? Средство и так же что? Метод. Метод и средства. Вот почему Кришна приходит. Он видит, что не осталось ни одного, кто сделал Кришну своей целью, Бога сделал своей целью. Остались те, кто использует Бога только для того, чтобы разбогатеть, наслаждаться и так далее. И он говорит, такая религия в упадке, Адхармася. Адхарма, они там используют всякую дианетику, христианство, всякие огни-йогу. Для чего? Слава их интересует, деньги интересуют, успех в бизнесе интересует, слава, почести, семейное счастье. И Кришна говорит, Яда, Яда, Хидхармася, Гланир. Хидхарма. Все. Когда религия приходит в упадок, и он говорит, Адхармася. Безбожье это. Потому что раз целью не является Бог, значит, если он средство и метод, это уже что? Безбожье, он говорит. Адхармася. И поэтому Кришна дальше начинает говорить, Харман, Сарват Харман. Он говорит, оставь другие методы все эти. Методы и средства оставь, сделай меня своей целью. Действуй лишь для моего удовлетворения. Кришна предлагает Арджуне об этом. Почему? Это метафизика. Он говорит об этом, что это неэтично. И таким образом, этика, это не в том, что кто-то ручки складывает, башкой кланяется. Это внешняя сторона. Неэтично служить ради чего-то другого. Вот в чем такое этикет. И поэтому, говорится, этикет проявляется, как естественное поведение кого? Чистого, предного. И есть какое поведение, значит? Неестественное. Тот, кто под чистого, предного, что делает? Косит. Притворяется продвинутым. Притворь. Тварь означает животное. Живот означает живо. То есть, оно живет только тем, что питается. Ану мая, прана мая, мана мая. И поэтому, человек, когда различает эти уровни сознания, он понимает, что это две пада пашу, двуногие, как животные, то есть, невинные. Невинные. Почему иногда называют овцами? Указывая, что как животные. Только все мерится, все сознание их мерило, вот этим, материальными благами. И поэтому иногда им нужен пастырь, какой-то там, гуру, только для того, чтобы достигнуть своих материальных целей. И Парупада говорит, нельзя принимать гуру таким образом. Как сегодня, я с утра смеялся. Деревце дай мужа. И так, человек, несомненно, воспринимает тулусти, как что? Вот так же, как мы о Кришне говорим. Многие говорят о Боге. Очень многие люди говорят о Боге. Просто, со всех сторон. Говорится, звон, он отгоняет, отгоняет греховные мысли. Именно звон, этот звук, звон, поэтому, говорится, звонить, зло вон. Поэтому есть благовоние, есть зловоние, есть звон. З, з, говорится, зело, зело, по-старославянски, словяне. Не славяне, которые славили что-то, а словяне назывались. Словом, действующие словом. И поэтому санскритизмы были уничтожены, уничтожены новой, новой религиозной формацией. То есть, язык был именно искажен. Для чего? Поскольку язык является средством, поэтому называли язычники. Почему язычники? Язык. Не тот язык у них был. Какой же у них язык был? У русских какой язык был? Деятельный. Посредством языка, мантрая. Мантрами. Мантрами они жили. Слово. Слово. Словом действовали. Каким? Божьим. И чтобы погасить все способности, вот эти, как бы посредством солнца действовать. Почему? Самват шара. Это, как бы, движение солнца, движение спиро. Это, как бы, восхождение вверх. То есть, как бы, отдавать, наслаждать, служить. Тревидье. Тревидье. У нас есть трревидье, это брать, наслаждаться и господствовать. И там есть трревидье, как отдавать, наслаждать и служить. Это означает вверх. Когда против солнца, асура, тогда наоборот. Брать, наслаждаться и господствовать. Сначала брать, чтобы наслаждать, наслаждать и господствовать. Наслаждаться и господствовать. Это, как выражено в карме, в йоге, в гиане. И он говорит, когда нету чистого знания, тогда нет возможности говорить о том, что это служение Богу. Поэтому Кришна говорит, прекрати привлекаться цветистым языком вет, потому что нету в этом знания. Нужно понять, для чего существует карма, йога и гиана. Нужно понять, для того, что люди хотят наслаждаться. не наслаждать, а наслаждаться. Они не хотят быть слугами, а хотят стать господами, поэтому им нужна гиана. Они не хотят наслаждаться, поэтому им нужна йога. И они не хотят давать, они что хотят? Брать. Поэтому нужна карма. Вот почему он говорит, что религия в упадке и Бхатистан Сарасвати об этом говорит, что приучить своих учеников так, чтобы они не падали в карму, в йогу и в гиану. Всякими экстрасенсами тут всякой экстрасенсорикой, лабудой всей этой последователем, кто там что наговорит более красивее, сколько писаний по форме он изучил.